Как говорят специалисты, нерест рыбы в водоемах Рязанской области в этом году прошел неудовлетворительно. Это связано с отсутствием разлива рек и озер в весенний период. Вода не выходила за пределы берегов водоемов, и многие природные многолетние места для нереста не были покрыты водой. Пресноводным обитателям пришлось нереститься по руслам рек, озер и прудов, что привело к росту деятельности браконьеров, так как рыба стала легкой добычей. В связи с этим инспекторы рыбоохраны активно начали работу по выявлению браконьерства в водоемах Рязанского региона. За период нереста, это с 1 апреля по 10 июня, выявлено у нас порядка более 350 нарушений. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов составлено более 300 протоколов. Также у нас была проведена совместная работа с органами внутренних дел и с другими природоохранными организациями, как Минприроды. По сравнению с предыдущими годами, количество правонарушений, связанных с незаконной ловлей рыбы, резко уменьшилось. Это связано с уменьшением количества рыбы в водоемах. Вторая причина – ужесточение законов, предусматривающих наказание для браконьеров. Существенно повысились таксы за ущерб, причиненный водным биоресурсам. Это порядка в 10 раз они повысились. К примеру, застерлить сейчас за одну голову ущерб составляет около 5000 рублей. Судак – 3500. В нерестовый период эти суммы удваиваются. И поэтому это является хорошим сдерживающим фактором для любителей нарушить законодательство. За период нереста рыбы инспекторы рыбнадзора изъяли различные запрещенные орудия лова. Среди них почти 500 метров сетей запрещенных продажи. Во время одного из рейдов инспекторы изъяли несколько десятков килограммов рыбы на сумму более 100 тысяч рублей. Сейчас начался летний период. В это время наблюдается повышенная активность со стороны браконьеров. В связи с чем рейдовые мероприятия будут продолжены. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».